Из категории разыскиваемых есть лица, разыскиваемые как бестия пропавшие, лица, утрачившие родственную связь. Под Калпаком теперь едва ли не весь город. За доли секунды камеры отправляют информацию в УВД. За месяц в объективы попали больше двух миллионов человек. Программа НСХЛАП выдала шесть совпадений. Из них двое оказались в розыске. Если лицо распознано как разыскиваемое, то программа дает сигнал о том, что есть совпадение. Ну и указывает место. Сейчас в базе 42 лица. Это люди, утратившие родственные связи, без вести пропавшие и в розыске. Базу обновляют. Если совпадение 75%, программа сигнализирует. Технологии для республики уникальные. Реализация пилотного проекта проводилась с участием Министерства внутренних дел республики. Так как результаты были положительными, было принято решение продолжить данную практику в нашем районе. Сегодня в Альметьевске 44 камеры с функцией распознавания лиц. Первые видеокамеры были установлены за счет инвестиционной программы ТАТ-телекома на их собственные средства. А вторая часть установлена уже из средств республиканского бюджета. Высокотехнологичные камеры по программе НСХЛАП точно идентифицируют розыскиваемых лиц даже в очках и в шапке. Программу можно использовать в качестве системы ограничения доступа, например, в школах и детсадах. В 2019 году администрация района планирует закупить еще 100 таких камер. Финансовую помощь окажут местные компании. Если эксперимент себя оправдает, то эта система может заработать и по всему Татарстану. Фирюзаха Медулина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова